Итак, давайте приступать. У нас сегодня с вами такой короткий, где-то примерно на час-час небольшим, ознакомительный вебинар. Вначале давайте немножечко познакомимся. Меня зовут Данил Динцис. Видео можете посмотреть. Я думаю, что со многими мы знакомы лично. И поговорим мы с вами сегодня об изменениях как в порядке прохождения самой сертификации, так и в порядке продления для тех, кто имеет статус сертифицированного специалиста, PMP, PGMP и всех других сертификаций, которые предлагает PMI. Они так достаточно активно в этом году стали предлагать изменения. С чем это связано, я сейчас расскажу. Но вначале хотел бы попросить тех, кто уже подключился, пройти небольшой опрос. Вы его сейчас увидите у себя на экране. Опрос на тему вашего отношения к сертификации PMP. Вот. Являетесь ли вы уже обладателем, планируете, или у вас другая какая-то сертификация. Вот. Потому что у нас фактически с вами две темы. У нас фактически с вами две темы. Сегодня это как раз собственно сама сертификация и вопросы, связанные с тем, как ее поддерживать в актуальном состоянии. Так. Вижу пока большинство в процессе подготовки. Вот. У кого-то нет. То есть... Ага. И обладателей статусов пока не вижу. Ну хорошо. Спасибо. Спасибо. Тогда мы сейчас с вами как раз и начнем с того, как готовится, с того, как готовится к сертификации. Основные документы, вот их список, их нужно, конечно, обязательно у себя, что называется, живьем иметь. Это актуальная версия свода знаний по управлению проектами, пятая версия Project Management Body of Knowledge. Это кодекс этики и профессионального поведения. Документ бесплатный. Он распространяется на все сертификации. Скачать его с сайта надо и представлять. И вот два документа, которые для нас сегодня будут основными, потому что изменения в сертификации описаны именно в них. Это Examination Content Outline и RDS, так называемый Role Delaignation Study, которые построены на основе международного стандарта ИСО и которые как раз определяют роль руководителя проекта. Ну а, собственно, на основе роли руководителя проекта определяется и содержание экзамена. Итак, что нужно знать, что нужно знать, собственно, про сам экзамен? Что нужно знать, собственно, про сам экзамен? Он, конечно, проверяет теоретические знания. Это все правильно. Но теоретические знания в применении к вашему прикладному опыту. То есть человек, у которого нет опыта работы в проектах, причем опыта не просто как рядового сотрудника на какой-то менеджерской позиции, не обязательно именно руководителя проекта, но, скажем, старшего группы, руководителя команды, ответственного за какой-то объект. Будет сложно просто понять сам вопрос, саму структуру вопроса, почему она так или иначе строится. Но, тем не менее, выбирать ответы, конечно, нужно будет исходя не просто из вашего опыта, но исходя из того, как свод знаний, как кодекс этики, как вообще такая вот сложившаяся инфраструктура, потому что не все в PMBOK описано, считает наилучшим образом то, что называется best practices лучшей практики. Поэтому тут такой своего рода баланс определенный между опытом, без которого сложно вообще понять, о чем идет речь, и выбором правильного ответа. Собственно, для того, чтобы получить допуск на экзамен, у вас должны быть так называемые предварительные условия, пререкозит, а именно, либо 4,5 тысячи часов опыта работы в проектах в каком-либо управленческом качестве, причем не вообще, а за последние три календарных года. То есть, если вы посчитаете, то вот эти 4,5 тысячи часов – это такая достаточно активная вовлеченность, почти полное рабочее время, значит, нужно работать будет именно в проектах. Плюс набрать 35 так называемых баллов профессионального развития. Для кандидатов баллы профессионального развития набираются через обучение на аккредитованных курсах PMI. Ну, какие есть курсы, это я в конце более подробно расскажу, в том числе про рекомендуемую структуру прохождения. Если нет диплома о высшем образовании, ну, это такая формулировка больше российская. Понятно, что в практике западной там вот эта трехступенчатая структура, которая сейчас у нас появляется, на самом деле вот этой границей является степень бакалавра. То есть, если степень бакалавра есть, значит, считается, что высшее образование достаточно 4,5 тысячи часов. Если степени бакалавра нет, то потребуется уже в дополнение к тем самым 35 баллам 7,5 тысяч часов опыта, но уже в течение пяти календарных лет. Также не рядовой деятельности, а какой-либо ответственный менеджер по рискам, менеджер проекта, менеджер по качеству, руководитель разработки. Вот, кто есть кто, какой опыт. Ну, на самом деле это правильно, потому что действительно рядовой сотрудник, который, может быть, не очень понимает цели проекта, и он просто тяжело будет и саму сертификацию проходить. Немаловажный вопрос про стоимость для принятия решения о том, нужна ли вам вообще эта сертификация, да, потому что, скажем так, инвестиции в эту сертификацию достаточно существенны. В первую очередь, вы видите, ну, достаточно ощутимая стоимость экзамена самого. Вот, и во-вторых, в большей степени инвестиции даже связаны не в прямом со стоимостью экзамена, а это стоимость курсов по подготовке. Это ваше собственное время, которое необходимо будет уделить подготовке, потому что, пройдя курс, вы получите необходимую базу, но потом все равно нужно будет готовиться самим, нужно будет набивать, что называется, руку в ответах на вопросы. Ну, обычно на это люди тратят достаточно длительное время, это может быть несколько месяцев, в зависимости от вашей занятости на работе. У меня это было даже больше года с учетом занятости. Поэтому, естественно, нужно понимать, для чего вам эта сертификация, что она вам даст, вот, и, соответственно, уже исходя из этого, принимать решение о том, чтобы вот так себя инвестировать, себя вкладывать. Коллеги, я вижу поднятые руки, как я сказал в начале, у нас будут как бы две секции, после каждой из них я сделаю сессию вопросов и ответов обязательно. Вот, вы пока можете писать ваши вопросы в чат, не только поднимать руки. Я потом чат просмотрю, и мы ваши вопросы разберем. Сам экзамен, если мы говорим именно о сертификации PMP Project Management Professional, сдаётся в специализированных центрах про метрик Академик. В России это только один центр, который находится на Ленинском проспекте, дом 1. Там достаточно жёсткие требования, это мы всё тоже рассказываем, вот, по специализированным курсам по подготовке к экзамену, где мы просто рассказываем, как правильно заполнить форму от подачи заявки, и как бы подтвердить этот ваш опыт, соответствующее количество часов, как, естественно, готовиться к ответам на вопросы. Вот, всего вопросов в экзамене 200, если говорить об экзамене PMP. Ну, нужно иметь в виду, что в зачёт пойдёт только 175 вопросов. 25 – это вопросы, так называемые, тестовые, то есть сам институт проектного управления на каждом экзаменующемся проверяет, тестирует какие-то новые вопросы, потому что база вопросов постоянно и постоянно обновляется. Соответственно, эти 25 вопросов в зачёт не идут, но вы не знаете, какие они. То есть, естественно, никто вам там на сертификации не покажет, что вот это вот тестовые вопросы. То есть, понятно, что вы все 200 вопросов будете воспринимать как настоящие, и на каждую нужно стараться ответить правильно. Что ещё при подготовке имеет смысл учесть? ПМ-бок в пределе, конечно, ориентирован на крупные проекты, на действительно крупные проекты. Само понятие крупного проекта, конечно же, достаточно, скажем так, размытое, потому что в какой-то компании крупный может считаться проектом, не знаю, 300-400 тысяч рублей, а где-то недавно тут приходилось с коллегами из одной строительной крупной организации общаться, ну вот они так скомно сказали, да нет, у нас небольшие проекты, ну какой объём, какой бюджет? Ну там 2-3 миллиарда рублей, ну это небольшие по нашей компании проекты. Ну действительно, когда пообщались дальше, оказалось, что большие там на порядок больше. Вот, но, тем не менее, что является формальными критериями крупного проекта Enterprise, это, и что в стриме может встретиться на экзамене, это несколько тысяч участников команды проекта, именно команды проекта, вообще участников, тех, кто входит в команду. Соответственно, в вопросах вам может быть предложены ситуации такого рода, что вы руководите какой-нибудь группой, в которой несколько сот человек, и которая строит какой-нибудь там золот. Вот это составная часть проекта, просто для представления масштаба. Поэтому к этому, опять-таки, надо быть готовым, если, например, у вас опыт проектный, ну относительно в небольших проектах, особенно это может быть касается тех, кто работает в сфере, скажем, IT-разработки, ну вот тоже моя сфера, допустим, ну в IT-разработке проекта на 50 человек уже весьма крупный, на несколько сотен это достаточно редкие уже проекты. Обычно, ну 10, ну 20 человек сколько, да, масштаб совершенно другой. Здесь нужно как раз понимать, что вот те 42 процесса, которые выделены по 10 областям знаний, они именно рассчитаны на вот такие большие, крупные проекты. И, соответственно, роль руководителя проекта, экзамен проверяет, называется ведь Project Management Professional, проверяет именно компетенцию как руководителя проекта. Предполагается, что руководитель проекта вот такого масштаба ориентируется и во взаимодействии с руководством, и с заказчиками, в управлении такими большими массами людей, соответственно, обладает соответствующими полномочиями. Естественно, нужно помнить, что PMBOK ориентирован на проактивное управление, и сначала сосредотачивается на планировании, и это тоже особенно кто отработает в IT-проектах, в какой-то степени в телеком-проектах, вот это нужно учитывать, да, не пошаговая работа, а сначала достаточно крупное детальное планирование, но это мы все на курсах очень активно разбираем, начиная прямо с самых там базовых курсов. Вот, это такие базовые вещи. Давайте немножечко сделаем мини-мини паузой, плюс я вижу, что есть еще коллеги, кто за это время к нам подключились, я для вас тоже сейчас запущу наш опрос, а все остальные пока, пожалуйста, просьба, задавайте вопросы, задавайте ваши вопросы, кто поднимал руку, я пока вопросов не было, хорошо, значит. Что меняется, когда меняется, почему меняется? В общем, если вы готовитесь к экзамену, то, наверное, в курсе, что новая версия пока что не выходит. Ну, плановый период, это 2016 год, обычно это все бывает в конце года, потом еще где-то в течение следующего года происходит обновление экзамена под новую версию, почему же он меняется сейчас? Еще года два вроде как до выпуска экзамена по новой версии. Ну, собственно, вот на слайде-то все и написано. Профессия развивается, обновляются требования к самой профессии руководителя проекта, то есть как свод знаний по управлению проектами, PM-Гог, он не меняется, он более консервативен, то, что называется мир вокруг меняется. Вот, поэтому вот эти обновления Role Delineation Study и RDS, в рамках которой описывается значение и роль именно руководителя проекта, они, конечно, связаны, безусловно, связаны с самим PM-Гогом, но не настолько жестко, и поэтому могут обновляться самостоятельно. Могут обновляться самостоятельно. Ага, ну вот, да, Олег как раз пишет, что уже уведомление пришло на мэйл, да, то есть вы уже в финальной стадии подготовки, значит, отлично. Вот, ну, кстати, в этом смысле я тогда рекомендую успеть сдать экзамен до вступления в силу обновления, вот, чтобы не выступать в роли подопытного кроника. Вот. Соответственно, РДС определяет те роли, которые может и должен, или должен и может выполнять руководитель проекта, и на основании этой ролевой структуры определяет и описывает требуемые компетенции. Так же, как, собственно, и сам PM-Гог, РДС выверяется, валидируется представителями крупной индустрии, и уже на основе его формируется экзамен. Значит, обязательно обратите внимание, я специально сделал вот такой вот слайдик, где найти актуальную информацию по сертификации, по сертификации PMB. Это то, что называется правильные актуальные ссылки. Их нужно контролировать, их нужно мониторить. Презентацию вы сможете загрузить, да, я ее выложу на слайдшайя, запись будет на сайте специалиста, саму презентацию выложу на слайдшайя. Вот, ее, соответственно, вы сможете загрузить и эти ссылочки, что называется, держать под руками, потому что они сами еще обновляют, у них официальная информация, что вот именно в течение августа будет, так сказать, все финализировано. Вот, кстати говоря, я тоже буквально вчера мейл получил уже как представитель организации, которая является, ну, специалист зарегистрированным, аккредитованным центром обучения, что, ну, мы тоже как центр обучения определенные действия должны выполнить. Поэтому это все сейчас, говорится так, активно в процессе, и нужно к этому быть готовым. Так вот, собственно, что именно меняется? Что именно меняется? Во-первых, меняется и достаточно существенно меняется состав так называемых задач. Что такое задача? Это не буквально какая-то локальная задача, не один вопрос, это некая такая совокупность кейсов, которые описываются. Они распределены по доменам и вводятся 8 новых задач. Соответственно, некоторые задачи убираются, некоторые вносятся обновления. Ну и вот здесь на табличке как раз, вы видите, показано, как распределяются эти новые задачи по доменам. Соответственно, в домене инициации три задачи. То, что они здесь привели по номерам, честно скажем, нам это ни о чем не говорит. Вот. О чем это нам говорить, сейчас расскажу. В домене планирования появляется еще одна новая задача. Две новых задачи появляются в домене исполнения. Также две в домене мониторинга и контроля и нет новых задач в домене закрытия. При этом, если вы обратите внимание, если вы обратите внимание, вот здесь у меня даже немножко переключусь, вперед на слайд, процентовка вопросов, относящихся к группе процессов исполнения, ну или к домену, как мы его сейчас назвали, несколько увеличилась по сравнению с ныне действующей версией экзамена, а по процессам завершения уменьшилась, но появились свои, так сказать, измененные немножечко акценты. Сейчас об этом расскажу. Так вот, что означает такое изменение задач, то есть вот этих кейсов, которые включены в экзамен. На практике для вас это означает, и достаточно неприятно на самом деле для тех, кто уже активно готовится, что фактически меняются определенные вопросы. Поэтому, собственно, Олег, вот то, что вы написали, что если вы уже там в процессе получения подтверждения от PMI допуска до 1 ноября, времени еще достаточно много, если только август, сентябрь, октябрь, про почти 3 месяца, есть смысл постараться успеть сдать по старым правилам, потому что вы готовитесь по старым материалам еще, ну, в общем, для надежности. С другой стороны, с другой стороны, и может быть вы даже увидите противоречие в том, что я говорю, особо бояться вот этих изменений тоже не нужно, потому что все материалы по подготовке, их вы знаете огромное количество, есть вот и у нас партнерские материалы, тесты подготовительные, есть там сайт PMPrepay, есть U-Certify, огромное количество, есть всевозможных ресурсов, все это вы прекрасно знаете. Честно скажем, они меняются все равно с отставанием, и все равно, если вы готовитесь, и вы поймете, ну, что называется, с той изюминкой, как они видят наилучшие практики решения тех или иных ситуаций, то, в общем-то, вы найдете правильный ответ. Вот просто, чтобы не быть голословным, говорится, собственный пример из вот этого года. У меня в этом году следует, ну, как бы новую ступень сертификации, вот программ менеджмент профессионал сам сдавал, получил эту сертификацию, я готовился вообще по материалам второй версии стандарта по управлению программами, а сдавал третий. Ну, в общем, вполне нормальное себя чувство. Другое дело, что, конечно, при этом нужно иметь в голове, что и просто быть, что называется, психологически готовым, что да, какие-то формулировки, трактовки могут быть не совсем такие, как вы привыкли к подготовителям. Ну, это, в общем, может всегда случиться. Вот. Значит, в какие темы конкретные уже добавлены изменения, какие темы усилены. Это вопросы взаимодействия с стратегией развития компании. Да, конечно, проект – это средний уровень управления, это среднее управленческое звено, но, тем не менее, любой проект все равно является каким-то кирпичиком, какой-то такой составной части, да, для того, чтобы реализовать какую-то более общую стратегию компании. И поэтому будут добавлены вопросы, которые будут проверять, как вы в качестве руководителя проекта вообще понимаете ценности компании, как вы умеете увязывать вот эти ценности компании, стратегические цели компании с теми гораздо более локальными целями и, соответственно, задачами, которые стоят в вашем проекте. Более подробно пока информации нет, но как направление, на которое обратить внимание, безусловно, стоит. Это понимание бизнес-целей, бизнес-задач. Может быть, это уже мое такое предположение, что имеет смысл в рамках подготовки к PMP познакомиться со стандартами более высокого иерархического уровня управления, в частности, с управлением программами проектов или с управлением портфелями проектов. Может быть, вы сейчас еще и не готовы и не планируете браться за управление портфелями проектов, но там как раз очень четко расписана вот эта вот взаимосвязь миссии компании, портфеля как сбалансированного, набора проектов, операционных каких-то программ и более вот таких уже конкретных, частных, низкоуровневых проектов и программ, которые объединяют несколько проектов. Поэтому подобного рода такой нацеленности до сих пор не было. Ну, поэтому надо обратить внимание, для себя такое понимание выстроить. Дальше вот мы с вами буквально на предыдущем слайде сказали, что процентовка количества вопросов, которые включают в себя группу процессов закрытия, даже несколько уменьшилась. Но, тем не менее, количество вопросов по накоплению знаний, их распространению в компании, их передачи другим сотрудникам, другим подразделениям компании, соответственно, для работы других проектов, вот это наоборот увеличилось. То есть количество тем, как бы уменьшилось, и количество вопросов, связанных именно с Lessons Network, увеличилось. Ну, я думаю, те, кто уже готовится в Lessons Network, сталкивались многократно-многократно. И, собственно, знаете, что вопросу накопления знаний, структурированию, отчуждению знаний, так сказать, из одной отдельно взятой головы руководителя или кого-то эксперта, сотрудника, уделяется всегда очень большое внимание. В общем, это правильно. Вот, но вот они сейчас еще больше это усиливают. Вот, коллеги, у меня такой вопрос. Мы тут, поскольку тоже развиваемся, то мы теперь хотим и имеем такую возможность предлагать вам такие вот опросы, тесты. А вот давайте так, чтобы совсем не заскучать, я вам сейчас предложу маленький такой тестик, тем более, что вы все готовитесь. А вот в текущую версию PMBOK какая добавлена область знаний? Попробуйте сейчас быстренько-быстренько на этот тест ответить. Даю буквально минутку. Этого более чем достаточно. Давайте попробуем. У вас сейчас тест должен открыться уже, да? Ага, вижу, начали отвечать. Хорошо, спасибо. Так, отлично, 70%. Ну, кто еще? Кто еще? Кто-то? Буквально не пара человек еще не откликнулись. Хорошо. Хорошо. Ладно, продолжаем. Продолжаем. Да, вот, собственно, ответ-то на вопрос. Надеюсь, что вы правильно ответили. Потом посмотрим. Вот. Управление стейкхолдерами, управление ключевыми, заинтересованными сторонами. Я напомню, что в рамках пятой версии 2012 года свода знаний по управлению проектами эта область знаний была добавлена как десятая. В нее были перенесены соответствующим образом переработаны некоторые процессы, которые ранее относились, например, к области управления коммуникациями. В общем, то, что это было вынесено в самостоятельную область, действительно, вещь очень и очень правильная. Эта вещь очень и очень правильная. соответственно, вот сейчас при обновлении экзамена разработчики хотят усилить усилить роль вот этой области знания и количество вопросов на взаимодействие с ключевыми, заинтересованными сторонами будет увеличено. Собственно, это очень коррелирует с тем, что вообще добавляются вопросы по взаимосвязи проекта с реализацией ценностей компании и стратегии в целом. То есть, естественно, ключевые руководящие сотрудники компании, разумеется, заинтересованы или не заинтересованы в проекте, как раз в первую очередь, исходя из своих стратегических интересов и, собственно, их как стратегов и надо рассматривать. Поэтому в ходе подготовки, разумеется, уделите такое повышенное внимание, уделите повышенное внимание именно ключевым, заинтересованным сторонам. Это вот такая рекомендация. Вообще, тема очень интересная, мы очень активно рассматриваем ее, начиная прямо с базового курса, будь то управление проектами на основе стандарта PMBOK, будь то управление IT-проектами, потому что действительно, пока не не идентифицированы вовлеченные стороны, пока не идентифицированы их требования и ограничения, согласитесь, в нормальном старте проекта можно говорить так только. По принципу ввяжемся, а дальше видно. Таким образом, таким образом, резюмируем, в обновленной версии экзамена, которая будет актуальна с 1 ноября, распределение вопросов по группам процессов будет выглядеть именно вот таким образом, как сейчас представлено на слайде. По сравнению с текущей версией процентовка изменилась не очень существенно, но стоит иметь в виду, что большее количество вопросов на процессе исполнения, а в рамках процесса завершения, хотя количество вопросов несколько, буквально на 1% будет уменьшено, но при этом увеличится количество вопросов, связанных с накоплением опыта, извлечением уроков и дальнейшим распространением знаний внутри своей проектной команды и внутри проектной организации в целом. Всего по вот этим восьми темам или задачам, как они их называют tasks, будет обновлено 25% контента экзамена. В общем, для института управления проектами это такая колоссальная, совершенно колоссальная по объему работа. Ну, вот то, о чем я говорил, что если уж вы хотите совсем чувствовать себя комфортно, лучше постараться сдать до 1 ноября. Но, с другой стороны, не надо особенно и пугаться, потому что все равно общие принципы управления проектами достаточно стабильные, если вы набьете руку и поймете подход, отрабатывая даже по более старым версиям тестовые вопросы и проходя подготовку, этого в принципе должно быть достаточно. То есть, вопрос, наверное, немножко в комфортности, в уверенности в себе. Так, коллеги, уважаемые, я на этом делаю мини-паузу, потому что на этом мы завершаем первую часть, а именно обзор тех изменений, которые коснутся экзамена на сертификацию Project Management Professional. Поэтому, пожалуйста, кто планирует этот экзамен где-то в обозримое время проходить, пожалуйста, ваши вопросы, может быть, не только по теме нашего с вами сейчас вот этого небольшого вебинара, пожалуйста, пишите, пожалуйста, задавайте вопросы. Вот, я тем временем пока покажу, пока вы пишете. Кстати, давайте, может быть, для скорости я включу звук. Кто с микрофончиками, можете голос подавать. Я пока открою вот у нас на сайте как раз курсы управления проект, если вдруг кто еще не видел, соответственно, вот здесь есть интерактивный путеводитель, здесь есть интерактивный путеводитель, вот, соответственно, которые дают те или иные курсы, сразу здесь же указано, ну, естественно, здесь сразу же можно перейти на курсы. для подготовки к TMP, это моя личная рекомендация, ему нужно как минимум пройти три курса, для того, чтобы, как говорится, баланс между ценой и качеством. базовый курс, вот тембок, либо проект менеджмент, в том числе базируется, затем выбрать какой-либо курс, который детализирует ту или иную область, потому что если не построить, то есть детализация по областям знаний. в идеале конечно пройти надо все, но я прекрасно понимаю, что таким временем и такими финансовыми ресурсами не все располагают, а так пройдя хотя бы какой-то один курс детализированный по области знаний, вы и соответствующую эту область углубите свои познания, и плюс получите представление до какой степени нужно углублять по всем остальным, ну а дальше сделайте для себя вывод. И плюс соответственно вот такой тренинг двухдневный по именно тому, как готовиться к управлению и не к управлению простите, а к самой сертификации, подготовка к сертификации, подготовка к сертификации пенпи. Соответственно, если давайте мы вернемся сюда в наш раздел, в эти курсы, мы специально делаем двухдневный тренинг, там чтобы поздавать чтобы поздавать тесты пробные, вот для того, чтобы как раз всякие вот такие фишки, даже где-то может быть специализированный такой жаргон, что называется, да, вот этот курс, чтобы в жаргоне вот в этом ориентироваться, такие термины, вот их так и называют, пиэмоизм, да, есть даже такой устоявшийся термин, ну вот, как в этом ориентироваться, причем я очень советую этот курс брать, может быть, даже лучше в формате открытого обучения, потому что все-таки у вас у каждого свой темп, плюс там больше дней получится, в стандартном формате это два дня, а в открытом это четыре точно, иногда и пять, смотря какая группа, то есть вы спокойно сможете воздавать тесты и полные на отдельные области знаний, вот, и пару раз сдать тесты, а если это вот такой интенсив, два дня, то мы там два раза успеваем сдать тест, как бы в начале срез и в конце, вот, ну и посредине разобрать вот эти вопросы, ну а в общем, естественно, выбирайте кому что больше подходит, так, значит, включаю опять звук, и вижу, так, Александр, сдача производится на русском или на английском языке, сдача производится на английском языке, но вы можете заказать, и, собственно, я это категорически рекомендую, сделать, в момент регистрации экзамена это тоже перевод на русский, если вы закажете перевод на русский, то окно экзамена у вас будет выглядеть вот таким образом, ну вот я сейчас условно провел, условно провел линию, у вас вот здесь сверху, когда будет перевод на русский, перевод на русский, а внизу будет, собственно, оригинал на английском, вы отвечаете, то есть выбираете, да, варианты ответа вот здесь в английском, а русский он именно как нужен для помощи, чтобы быстрее прочитать кейс, соответственно, прочитать варианты ответа, но сам ответ вы ставите в английском варианте, поэтому русский перевод заказывать надо, коллеги от кого-то идут очень сильные посторонние звуки, будьте добры, там отрегулируйте, пожалуйста, чтобы я всех не обеззвучивал, поэтому заказать при регистрации русский перевод надо обязательно, естественно, на родном языке, что называется, уловить суть вопроса гораздо быстрее можно, это сэкономит время, время суть очень жесткое, 200 вопросов, 240 минут, чуть больше на вопрос, вот, но при этом нужно иметь ввиду, что английский все равно знать надо достаточно прилично, потому что вопросы, еще раз повторюсь, проверяют то, что у вас есть опыт, и вы следуете рекомендациям свода знаний вот этим лучшим практикам, вот, поэтому там выбор лучшего варианта ответа, лучшего это значит правильного, он почти всегда охловывается на таких очень нюансах, а нюансы это всегда язык, да, и перевод не всегда эти нюансы точно передает, то есть, поэтому правильная тактика такая, вы читаете на русском, вы понимаете общую конву ситуации соответственно быстро, а потом уже зная эту конву, ну, где-то может подсмотрев соответственно перевод какого-то слова, которое вы не знаете на английском, вы все равно должны вчитаться вопрос и варианты ответов на английском и уже именно из этого выбрать наилучший вариант ответа, правильная тактика только такая, иначе есть выбор неправильного варианта именно из-за нюансов перевода, здесь тоже нужно всегда помнить, перевод вопросов на русский язык осуществляют вот это их официальная позиция русскоговорящие сотрудники института, все-таки русскоговорящие и у кого язык равно, это согласитесь не совсем одно и то же, поэтому вот так я отвечу на ваш вопрос, так, Олег, вопрос по ПДУ, полученные, нет, полученные ПДУ на протяжении какого времени действительно, на протяжении пяти лет всегда были, я не видел никаких пока изменений на эту тему, вот, то есть в течение пяти лет полученные ПДУ, но если вы только готовитесь к экзамену, то соответственно ПДУ именно образовательные, не более того, не более того. Так, коллеги, пожалуйста, еще какие вопросы, я пока сессия вопросов-ответов звук всем включил, задавайте голосом, там быстрее будет. Так, ну хорошо, если вопросов нет, тогда давайте перейдем ко второй нашей, ко второй нашей секции, это как поменяется, как будет меняться программа продления сертификации, программа продления сертификации, так называемая Continuous Certification Requirements, да, то есть требования по постоянной продлению сертификации. Эти требования вступят в силу с первого декабря, точно так же, как я показывал раньше, значит, обратите внимание, кстати, те, кто только планирует сдавать, тоже имейте в виду, чтобы сразу быть к чему готовыми, вот, официальная ссылка, тоже вы, соответственно, с сайта сможете это все забрать. так вот, в чем основное изменение? Для продления сертификации изменения на самом деле очень и очень существенны. Теперь продление сертификации будет привязано к набору тех самых баллов PDU не просто общим количеством, а в привязке к так называемому треугольнику компетенции PM, треугольник компетенции PM, который состоит из, соответственно, навыков, связанных с техническими средствами управления проекта, лидерством и, как раз, тем самым, стратегическим бизнес-управлением. Сразу комментарий, что такое техническое управление проектом? Тут как бы у многих сразу возникает предположение, о, это что, будут вопросы там про Project Server или там про Primavera или что-нибудь такое? Нет, конечно же. Технические навыки, это навыки календарного планирования, ресурсного планирования, управления рисками, то есть техничность с точки зрения именно техник, да, то, что называется Tools and Technics, управления проектом. Вот это часть навыков. Ну, Leadership, понятно, это управление командой и взаимодействие с теми самыми ключевыми заинтересованными сторонами. И стратегическое бизнес-управление можем предполагать, что как раз как в связке с тем, что только что вы говорили, и для сдачи PMP, теперь понимание бизнес-целей, понимание стратегии развития компаний также будет являться обязательным. Поэтому для продления своей сертификации нужно будет PDU набирать уже не просто общим количеством, а вот в привязке. Как эта привязка будет осуществляться? Смотрите, вообще у института PMI количество сертификаций очень большое. Собственно, они выстроили фактически сейчас полноценную структуру сертификаций, которая подтверждала, что человек, соответствующий специалист, сначала является помощником, но это сертификация, которая называется Certified Associate for Project Management, сертифицированный помощник по проектному менеджменту. Эту сертификацию в продлении вы не видите, если кто смотрел, она всего действует три года, потом должна пересдаваться. Это тоже логично, потому что человек проработал помощником, администратором проекта, например, или каким-то помощником руководителя, накопил опыт, естественно, наверное, он будет расти карьерную, будет такое желание, значит, с точки зрения сертификации он должен будет, ему уже CEPM не нужна, он должен будет получить PMI, поэтому CEPM сертификация не продлевается, она либо исчезает, либо ее надо переиздавать, либо вообще-то человек мотивируется на дальнейший рост, а вот дальше сертификации привязаны к карьерному росту. Ну, собственно, сертификация PMP, она, конечно, самая известная, но проектный менеджмент это менеджмент среднего звена, соответственно, получая эту сертификацию, вы подтверждаете, что умеете управлять проектом. Группы проектов взаимосвязаны, это уже программы, это уже, соответственно, свой стандарт, во-первых, стандарт по управлению программами и своя сертификация. И управление портфелями, то есть, это уже взаимосвязь как раз бизнес с целями компании, и, соответственно, своя сертификация, она появилась буквально два-три года назад, управление портфелем, портфолио наличным профессионалом. Кроме того, буквально в прошлом году выпустили сертификацию для бизнес-аналитиков, она может быть не очень в этом иерархическом ряду, но, понятно, аналитик не руководитель, но он должен понимать, да, вот, соответственно, курсы тоже есть, я в конце там эту увязку дам. Так вот, для этих четырех сертификаций, для этих четырех сертификаций, необходимо, чтобы продлевать их и не сдавать повторные экзамены, конечно, для таких сертификаций сдавать повторные экзамены, довольно время и финансово затратное занятие, так вот, чтобы от этого себя обезопасить, нужно набирать по 60 педию каждые три года, то есть цикл продления трехлетний, это, я думаю, все читали, до сих пор надо было просто набрать 60 педу. Там единственное ограничение касалось, что нужно было какую-то часть педию набирать через обучение. Нельзя было все набрать только практикой или разработкой собственных курсов и так далее. Сейчас гораздо жестче делают продавцу. Во-первых, минимальное количество педию, которое нужно набрать обучение на аккредитованных курсах, то есть в организациях, которые как специалисты, например, являются Registered Education Provider, специалист вообще обладает статусом Global Registered Education Provider, то есть всемирный. Так вот, на таких курсах нужно набрать минимум 35 педию. Но и этого теперь недостаточно. Это теперь, и такого до этого никогда не было, не просто 35 педию набрать как угодно на любых курсах. А должна быть минимальная привязка педию к вот этим областям из треугольника компетенции. Соответственно, вот посмотрите, это рисунок, скриншот, который взят из официальной презентации, где они эту программу представляют. 8 педию из этих 35 должно быть минимум по как раз навыкам владения техниками и инструментами. Также минимум 8 по лидерским и минимум 8 по бизнесу и стратегии. Таким образом, набор 24 педию из этих 35 жестко регламентирован. 8 по одной стороне треугольника, 8 по другой, 8 по третьей. Остальные вот написано remaining pdus в количестве, если кто быстро не сориентировался, 11. Остальные 11 можно набрать в любой комбинации. Таким образом, всего 35 из них по 8 должно минимум относиться к каждой области знаний и еще 11 набираются произвольно по любой из вот этих областей. Ну, простите, я оговорился не о знании, конечно, областей вот этого треугольника компетенции. Вот такие правила по набору pdus, которые присваиваются, предоставляются за обучение в течение вот этих трех лет. Значит, остается еще 25 pdus. Смотрите, на самом деле, обратите внимание на формулировку минимум 35 pdus. Это значит, что больше вы можете набирать обучение. Это не запрещено. Вы можете и 40 и 50 набрать и все 60, кстати говоря, только через обучение, то есть проходя курсы, всякого рода семинары зарегистрированные и так далее. но 25 заметьте вот здесь не более 25 pdus вы можете набрать подавая информацию о вашем практическом опыте. То есть как раз тот самый lessons learned то есть когда вы публикуете например информацию о работе ваших проектов до своего прикладного опыт. Но заметьте вот это очень жесткое на самом деле ограничение на основе вашего практического опыта в течение трех лет вы можете подать не более 8 pdus из 60 всего на все. Это довольно жесткая такая мотивация практиков на постоянное повышение квалификации на обучение на самообразование на какую-то волонтерскую работу. Что такое волонтерская работа сейчас расскажу. Вот соответственно оставшиеся вот здесь 17 можно набрать волонтерством самообразованием либо тем же обучением. Что понимается под волонтерством? Это участие во всевозможных проектах самого PMI или его чаще всего региональных чапторов. В России есть естественно российское отделение это как такое профессиональное объединение конечно не институт это профессиональное объединение есть объединение там чаптер московский чаптер уральский там еще какие-то есть на самом деле эти чаптеры достаточно активно работают они проводят какие-то конференции вот такие же вебинары вот и соответственно участие помощь в организации конференции вебинаров это все засчитывается как волонтерство кстати говоря перевод книг например ведь институт проектного управления он выпускает не только вот эти стандарты своды знаний очень полезное огромное количество публикаций так называемых лучших практик и так далее то есть практики по чейндж менеджменту или там расширение пиэмбока для строительных проектов расширение пиэмбока для софтверных проектов то есть такие уже гораздо более специализированные публикации они очень на самом деле в прикладном ключе полезны вот поэтому я очень рекомендую это действительно полезно помогая друг другу кто-то какой-то один кусочек перевел другой потом сверили обсудили уточного коллег которые так работают это опять же связи в сообществе потом возможность как-то и для карьерного роста и для какого-то бизнеса взаимодействия поэтому волонтерство на самом деле полезно не только набором но и выстраивали вот как раз контакты в своей среде например вот в том же там московском этом чаптере вот резюмируем резюмируем по сертификациям по сертификациям четырем PMP PGMP PFMP и PMIBA за три года нужно набрать 60 PDU из них минимум 35 обучением на аккредитованных курсах и семинарах из этих 35 минимум по 8 должно приходиться на каждую область компетенций из треугольника компетенций оставшиеся 25 можно набрать как также обучением так и практической работой но не более 8 PDU на практической работе и участием вот в конференциях переводах и есть там такая секция преподачи это самообразование там просто должны будете представить что вы читали что вы изучали какие там книги публикации статьи тоже соответственно до 17 PDU на это можно подавать теперь сертификации специализированы они к сожалению почему-то пока у нас не так популярны все наверное хотят руководить или не знаю почему но тем не менее не существуют о них надо помнить это сертификация по адаптивным методикам agile в общем-то она в первую очередь наверное полезна тем кто работает в IT-отрасли потому что в IT действительно agile активно используется как вы знаете в пятой версии PMBOK agile ну по крайней мере упомянут а вот кстати говоря в расширении PMBOK для софтверных проектов там комбинация как раз водопадных моделей и PMBOK и agile адаптивных очень активно используется вот и у них есть своя вот эта сертификация вот наши курсы по agile тоже определенное количество PDU по ней дают другая сертификация это соответственно по управлению расписанием то есть специалист по управлению расписанием schedule professional и специалист по управлению рисками риск менеджмент профессии то есть как вы понимаете это уже сертификации не такие иерархические как вот рост карьерный а сертификации для людей которые специализируются в определенной в той или иной области то есть в адаптивном управлении проектами формировании контроля управления и расписанием проекта и соответственно в управлении риском для таких сертификаций соответственно каждые три года нужно набирать по 30 баллов профессионального развития дальше принцип аналогичный из этих 30 баллов минимум 18 должно составлять обучение на сертифицированных курсах минимум 18 из этих 18 нужно минимум по 4 набрать в каждой области компетенции соответственно это составит 12 и значит оставшиеся 6 ПДЮ по обучению могут быть уже по любой области знаний и аналогично как по иерархическим вот этим сертификациям оставшиеся прошу прощения здесь у меня конечно опечатка оставшиеся ПДЮ 12 да оставшиеся 12 ПДЮ можно набирать практическая работа волонтерством самообразования соответственно принцип тот же самый принцип тот же самый еще раз давайте обращу ваше внимание как эти ПДЮ можно набирать давайте еще раз обратимся вот сюда к нашему здесь путеводителю так называемому по проектам я действительно советую его делать наши программисты очень хорошо сделали он интерактивный он понятный соответственно если вы специализируетесь в области IT технологии то вам имеет смысл сразу идти по специализации IT в том числе посмотреть и вот Scrum видите Scrum Agile они тоже дают ПДЮ как раз вот оно календарное планирование кстати говоря вполне готовят к сертификации соответствующей если кого-то заинтересует управление качеством управление командой проекта вот я сейчас когда говорил о том что институт проектного управления публикует большое количество различных публикаций таких узконаправленных они где-то пару лет назад опубликовали так называемую модель компетенции руководителя проекта кстати говоря вот этот триангл компетенции он тоже там очень подробно всевозможные вот и лидерские компетенции коммуникационные рассматриваются вот мы это уже больше года года полтора как включили в этот курс как раз соответствующий я его буквально недавно ввел неделю там 2-3 назад очень как раз интересная вещь вот а для старших сертификаций соответственно управление программами управление портфелями и организация проектного организация проектного офиса организация проектного офиса поэтому вот можете ориентироваться как здесь в том числе и набирать бал коллеги пожалуйста ваши вопросы по продлению сертификаций по самим сертификациям по курсам я также давайте включу микрофончик и можете писать чат можете микрофон кому как кому как более удобно да пожалуйста чат коллеги пока вы возможно формулируете вопросы я сразу сказать презентация будет вот здесь на ресурсе опубликовано соответственно как я говорил ее можно будет скачать вот когда я провожу красная одна из предыдущих да видеозапись будет доступна на сайте специалиста там же где вы регистрировались вот в разделе вебинары есть новые а есть вот видеозаписи прошедших обычно где-то в течение двух недель одна две недели загрузка наших видео инженеров позволяет записи выкладываются соответственно потом вот будут находиться вот в разделе управления проектами уже тогда уйдут изгон по самым запись то что я показывал презентацию изменяющихся условиях проекта IT-руководителей и так далее вот поэтому весь этот материал естественно сохраняется вы к нему сможете обратиться но в данном случае я еще раз повторюсь я считаю что самое полезное сейчас в этой самой презентации это общая канва чтобы вы понимали как набирать вот эти педею к чему готовиться и вот эти вот ссылочки вот эти вот ссылочки на актуальную на актуальную официальную информацию на вот которая на сайте PMI за ней тоже надо следить ну а я соответственно тоже публику в этом мире так коллеги еще какие вопросы пожалуйста пожалуйста какие еще вопросы если вопросы появятся позднее значит пожалуйста вот эти адреса которые я вам показал плюс контактная информация давайте а может перенесу мейл пожалуйста по мейлу на сайте все вопросы какие появятся можете задавать всегда стараюсь отвечать